Ну что ж, ребята, всем привет! И как вы уже увидели на превью, сегодня мы с вами будем пробовать вот такие вот патчи для подбородка, для вилайна, как у кореянок. Но перед этим я хочу сделать обзор на всю корейскую косметику, которую мне здесь прислали. Кстати, посмотрите, какая красивая коробочка. Этот магазин я уже присылала на обзор косметику, и у меня до сих пор в России, правда, остались эти две коробочки, я их не выбрасывала, потому что они такие красивые, как их можно выбросить. И давайте я сейчас постараюсь кратко пробежаться по каждому из продуктов и рассказать вам о своих впечатлениях, потому что перед этим, как снимать это видео, я, естественно, протестировала всю абсолютно косметику. И поэтому сейчас я абсолютно точно, конечно же, могу поделиться с вами своими впечатлениями о каждом из продуктов. И начну я вот с такого протеинового тонера, как написано у них на сайте. На самом деле этот тонер мне понравился тем, что он очень сильно увлажняет кожу, прям очень хорошо его увлажняет летом, возможно, это было бы лишним, по крайней мере, для моей кожи точно. Но сейчас, когда погода в Корее изменилась на такую осенью, и воздух стал более сухим, нежели летом, этот тонер стал моим спасением. У меня стоят также еще несколько тонеров, причем один из них присылал мне также магазин Style Korean, я уже делала обзор на них, и также показывала там этот тонер, там был такой набор. Я сначала им долгое время не пользовалась, потому что у меня была другая косметика. Но когда я начала им пользоваться, я осталась просто в восторге, и сейчас у меня его уже осталось очень мало, и даже он не сравнился с этим тонером по своей эффективности увлажнения. Но так как, я уже повторюсь, воздух стал более сухим, и я это заметно ощутила на своей коже, я начала пользоваться этим тонером. И мне он очень нравится, и еще знаете что? Мне он очень сильно напоминает клубничное молоко корейское. Знаете, возможно вы в Дорамах видели такое, если его немножечко взболтать, тут появляется такая прям реально молочная какая-то пенка. Мне кажется, это незаконно, чтобы тонер выглядел так аппетитно. Так, давайте двигаться дальше. Я, кстати, забыла упомянуть о том, что это бренд About Me, здесь практически все этого бренда. И следующий продукт это тонинг пэды. Я, если честно, до этого не пользовалась никогда такими пэдами, но сейчас я поняла то, что это реально крутая штука. Они здесь соком лимона, это прям по запаху даже чувствуется, и они помогают мне бороться с моими вот этими вот черными точками на носу. Я думаю, если бы я не забывала пользоваться ими каждый день, моя проблема с черными точками здесь заметно бы, наверное, уже улучшилась. Ну, по крайней мере, пока я их тестировала, я пользовалась ими каждый день, и мне очень сильно понравилось. Они реально осветляют вот эти вот черные точки. Следующий продукт это вот такой очищающий массажный крем. Когда я его видела в первый раз, когда я попробовала на себе в первый раз, я была в шоке от того, как он работает. Знаете, как он работает? Я сейчас вам объясню. У него тоже такой приятный запах. Он выглядит, как обычный крем. Абсолютно. И даже по текстуре, и вообще, в принципе. И когда его наносишь на кожу, он впитывается тоже, как обычный крем. Впитывается прям хорошо в кожу. Ну, вот даже на руке это заметно. Но, когда начинаешь массировать, и массировать, 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 проходит какое-то время, буквально минуты полторы, наверное. И этот крем начинает действовать внутри кожи. В общем, он сначала полностью впитывается, а потом, через некоторое время, он выступает по всей коже в виде масла. Масло. Это масло нужно стереть салфеткой, потом убрать. И, кстати, так он белый, вы видели, да? Но когда ты убираешь уже это масло салфеткой, оно прям маслом, такое желтого-желтоватого цвета. А потом, после того, как вы уже убрали всю эту салфетку, нужно умыться пенкой какой-нибудь. Следующий продукт от About Me, это пилинг гель. И вот сейчас я хочу немного остановиться и сравнить его с другим, популярным в Корее пилингом. Вот с этим пилингом я его покупала где-то пару месяцев назад, уже успела много раз им попользоваться. И знаете, что я заметила? На этот пилинг в Корее очень много хороших отзывов от кореянок. И давайте посмотрим, чем же они отличаются. Я выявила для себя два таких прям очень очевидных различия. Во-первых, если брать в одинаковом количестве этот пилинг и этот, этот пилинг скатывается намного лучше, чем этот пилинг. Как и по мне, так это его большой плюс, в отличие от этого пилинга. Но также у этого пилинга есть большой плюс по сравнению с этим. После использования этого пилинга я почувствовала то, что моя кожа стала намного мягче и приятнее. И плюс у него еще очень приятный запах. А вот после этого пилинга у меня такого прям очевидного ощущения не было. И у нас осталось совсем немного. Также мне прислали вот такие патчи. До этого в предыдущем обзоре мне тоже присылали патчи, но я не помню, показывала их или нет. Дело в том, что при транспортировке они повредились и протекли каким-то образом. И мне магазин сказал то, что в следующий раз они мне пришлют любые патчи на мой выбор. Вот. Взамен тем. Это, кстати, очень приятно было. И они действительно прислали. Я выбрала эти патчи, почитала там по отзывам, выбрала, на которых было больше всего хороших отзывов. Я их выбрала. И до этого я не понимала вообще, как работают патчи. Типа, когда ты их наносишь, обычно даже ничего не происходит. Если ты их кладешь в холодильник перед этим, просто ты ощущаешь какой-то холодок. И все. И после этого как-то особого эффекта, по крайней мере, от тех патчей я не ощущала. Не ощущала. Но когда я в первый раз использовала эти патчи, я поняла, почему на них так много хороших отзывов. Буквально через пару минут, после того, как я их наложила, я начала ощущать такие прям очень явные покалывания. И у меня такого еще не было. Нет никаких патчей. Поэтому, честно, я вообще не думала, что патчи могут так действовать. И у меня эти патчи обычно убирают хорошо отеки. Когда я утром просыпаюсь, если мне куда-то нужно особенно идти, я накладываю эти патчи. Вот. И потом такая свеженькая уже куда-то иду. Ну и мы уже вблизимся к финалу этого видео. И скоро мы будем пробовать с вами эти патчи для Вилайна. А сейчас я вам расскажу еще про вот эту маску, которая мне пришла. Это коллагеновая омолаживающая маска. Мне пока, наверное, рано такими пользоваться. Но я попробовала ее для обзора все равно. И она мне очень хорошо увлажнила лицо. Маска, кстати, разделена на две части специально, чтобы она лучше прилегала к коже. То есть здесь верх отдельно и отдельно низ. Больше ничего о ней, к сожалению, не могу сказать, потому что у меня нет пока каких-то мелких таких морщинок там вокруг глаз или где-то, которые она могла бы разгладить. Но, как пишут люди в отзывах на сайт на эту маску, я, кстати, оставлю ссылку на все продукты в описании. Люди пишут то, что она очень им понравилась. Она прям разглаживает все мелкие морщинки, тоже очень хорошо увлажняет. В общем, кому интересно, сами заходите и читайте. И вот мы, наконец, приблизились к нашему патчу. Здесь есть такие картинки. Так как все написано на корейском, по этим картинкам я могу понять, что вообще-то мне нужно. Маску нужно будет нанести на эту часть, приклеить и подождать 10-15 минут, по-моему. 15-20 минут. И потом эту маску аккуратно снять. Вообще, эти маски, по идее, оказывают накопительный эффект. То есть, мне нужно сделать как минимум, наверное, не одно, а несколько масок, чтобы ощутить прям какой-то явный эффект. Но так как у меня пока что нет никаких проблем с овалом лица, я не уверена, что вы вообще заметите, я замечу какие-то явные изменения. Но давайте попробуем, почему нет, а вдруг. Сейчас я, значит, пойду и смою косметику вот с этой части лица и к вам вернусь. Так, давайте попробуем этот пластырь. Кстати, это пластырь, прям пластырь, и то есть на нём нет никакой жидкости. Я сначала думала, что это как пластырь-маска, и тут будет что-то, ну как в масках обычно, да, какая-то эссенция, но нет. Это пластырь, здесь такой вот у него липкий слой, но в нём очень много всяких полезных действующих компонентов. Мне бы зеркало, чтобы ровно это всё наклеить. Ну, вроде ровно. Вот так. Нужно ещё подержать секунд 10, чтобы он плотно приклеился. Естественно, ничего не видно мне в камере нормальным. По ощущениям, можно было ещё сдвинуть сюда, наверное. Вот так, наверное, получше будет. Я надеюсь, он приклеится второй раз. Вот. Да. Ну что, всё, теперь нам нужно подождать 15-20 минут, и потом отклеим пластырь и посмотрим. Вы видели, да? Вы запомнили, надеюсь, как было до, чтобы сравнить с тем, что будет после. Я пошла ждать, и вернусь к вам через 20 минут. Короче, ребят, прошло уже около 20 минут, и давайте попробуем отклеить пластырь. Я, если честно, не знаю, будут ли вообще какие-нибудь изменения или нет. Давайте вы сейчас напишите в комментариях, как вы думаете, изменится что-нибудь или нет. Я подожду немного, давайте. Несколько секунд. Либо поставьте на паузу, напишите в комментарии. Просто проверим вашу интуицию. Давайте, я начну пока отклеивать. Несмотря на то, что я сначала наклеила неправильно, потом его отклеила, он второй раз приклеился всё равно очень хорошо. Вместе с моими волосами. А, это так больно. Тут остался мой волос. Ну что? Ну, как я уже вам и сказала, у меня как бы не было, по-моему, никаких проблем с овалом лица. Поэтому изменения, наверное, особо не ощущаются. Кожа здесь такая приятная, кстати, стала. Я не знаю, ребят, особенно в камере, маленький экранчик, я вообще практически ничего не вижу. И уж тем более каких-то изменений. Хотя, мне кажется, немного, возможно... Ну, это, наверное, временный такой эффект. Немного, немного овал изменился. Мне это кажется. Вам так не кажется? Напишите в своём комментарии, изменилось что-то или нет. Мне прям интересно. Я потом сама на монтаже посмотрю. Ну что ж, ребят, на сегодня всё. Ставьте палец вверх, если вам нравятся такие обзоры косметики. Если вы хотите видеть больше обзоров на моём канале. Потому что у меня лично много корейской косметики, которой я пользуюсь. И я могу почаще снимать для вас обзоры, рассказывать, какая косметика мне очень нравится. Также декоративная, кстати, косметика не только уходовая. Также не забудьте написать в комментарии, изменилось что-то или нет. Напоминаю, что все ссылки на сегодняшние продукты и на магазин я оставлю под этим видео в описании. Поэтому заглядывайте туда. До встречи в следующем видео. И всем пока! Пока!